И нет, это не Саня Френтеймер, это не Леша Кореш, не Саня Парадеевич, это я, ну, наверное, даже не крайний, а последний раз захожу в эту квартиру. Как бы это грустно не звучало вообще как-то с печальной ноты, начиная ром-тур своей новой квартиры, но я такой человек, который безумно любит одушевлять предметы, места, и поэтому хотел отдать дань своей старой квартире, вот этой комнате, где я смонтировал все видео, ну, все себе лавров накидал, где, где, склейканье, ты должен так же, смотри, опа. Отдать дань своей комнате, где создавалось и снималось очень много видосов, именно с этого дивана начались первые лайфхаки, скрипучие, до сих пор скрипит. Хотел сказать огромное спасибо этой квартире, как-то слишком грустно, реально, все началось. Безумно странно смотрится она, потому что она в своем передоначальном виде, и ощущение, как будто меня ограбили, а не то, что я переехал. Спасибо этой стене за то, что выдержала бутылку. И вот эти, знаешь, все флэшбэки вот. Спасибо этой ванне, за то, что на себе проверила кучу различных экспериментов. Спасибо этому туалету, который принял в себя... Градирог, Илюк, что у тебя по шмоткам расскажи? И, наконец, спасибо этой кухне, которая на себе также проверила много чего. Много различных, много... У них на самом деле очень уютная квартира. Нет, и сам в параллельной вселенной. Напоследок надо, я думаю. Не, не, не надо. Надеюсь, следующий хозяин этой квартиры починит тебя. Микроволновка, кстати, на месте. Вы меня в ролике в бустер и украли, я ее обратно забрал. Че? Еще раз, че? Спасибо этой квартирке. Ну, наступает новый этап, новый сезон. И давайте уже перенесемся... Ну, у них, насколько я знаю, прям большая квартира. Сейчас. А, кстати, спасибо лифту за то, что выдержал все наши анекдоты. На дискотеке сельской. Анекдот заканчивается. Опа, а все блогеры, когда снимают рум-тур, они впускают оператора. Свою квартиру. А мы делаем наоборот. Вау! Мне уже нравится вот эта нижняя подсветка. Ну, может, расскажешь, что-то про квартиру. Хуйню. Ты встал. Я вообще не хотел сюда перейти. Ну, вообще, типа, Каролинка хуйню не посоветует. Каролинка хуйню не найдет. Каролинка у него просто это сокровище, блядь. Где он такое откопал, я не знаю. Но Каролина это вообще... Это чудо-женщина. Она создает такой уют. Она организатор. Она... Ладно, прям лидер не скажу. Но она прям... Блядь. Я уже чувствую, как она обуютила эту квартиру. И как у нее там сейчас все красиво. У нас, кстати, этот... Новоселье 5-го числа. Ага. 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 Приезжать? Да. Каролина и мудере всякие. Каролина нашла эту квартиру. Я когда приехал, у меня... Какое-то было настроение. Плохое. Я думал... Каролина и руки, и мозг. Что мы совершаем этот переезд ради переезда. Мне не хотелось здесь находиться. А потом как-то я ощутил, насколько здесь круто. И я очень благодарен Каролине за то, что... Да. Она настояла на том, что мы сюда переехали. Да. И в первую очередь она создает уют в этом. Да. Я знаю, что она меня слышит. Она не хотела сниматься. Но я надеюсь, что я сейчас подкину. Мася. Слов и ей есть что сказать. А почему? Ну, почему у нас так много места, а ты гладишь на кухне? Я в коридоре глажу. Испали я в коридоре. Ну, что это за пусечка? Ну, что это за милашечка? Ну, пожалуйста, можно мне такую одну домой? Бля, обожаю ее просто. Каролина это вообще пупсик, одуванчик. Я надеюсь, что я... Вот знаете, вот я иногда сижу с ней, и у меня ощущение такое, что я буду с ней общаться вот даже тогда, когда мне будет 60. 50. Ну, реально. Это прям не человек, а сокровище какое-то. У нее прям такой вайб, знаете, подружки-одноклассницы, которая вот с тобой всю жизнь прошла. Илья, нет, я не накрашена. Но здесь, здесь кран уже, это... Серьезно? Да. Начнем с прихожей. Здесь такой коридорчик. Мне очень нравится то, что здесь какая-то подсветка. Она, правда, не настраивается. Здесь можно сделать вот так, создать какую-то ламповость. Ну, по ночам, в основном, у меня так. Потому что я не люблю, когда много света. Квартира очень светлая, яркая. Да, блядь, да что ж ты подглядываешь? Я не люблю, когда много света. Здесь есть какое-то количество коробочек. Не успели вынести, извините. Ну, я показываю свою реальную жизнь и ничего от вас не скрываю, мои любимые подписчики. Очень нравится вот эта штука. Это называется мастер-кнопка выключения всего света. Это сделано почему? Ты когда выходишь, нажимаешь, бам, везде выключился свет. Абсолютно везде выключился свет. И тебе не нужно в кроссовках вот так вот его идти. Ёбать твою мать. Гардероб обширный. Если в той квартире у меня была одна вешалка, то тут целая комната. Все курточки поместились. Чемодан, модем, кроссовки. Никита, манапаканник прям. Не знаю, ты если что, задавай мне какие-то наводящие вопросы, чтобы мы все-таки вдвоем обозреваем. А он, Илюх, сколько одежды у тебя тут? На сколько денег? Достаточно много. Сейчас мы будем наличие призраков проверять. Твою мать. Это ты его сатировал. Если язык... Я последнее время разговариваю таким голосом, но я не могу. Это у меня какая-то личность просто просыпается. Я без него сатировал. Ну то, что ты имеешь в виду жвачки, твою мать. Сланцы. Сланцы. Изи. Каним мадапакин баст. Ладно, прошли дальше. Здесь у нас две полочки для кроссовок. Очень много места. Так же, так же. Нам и господа. Дивескутер. Андрей Кукошко подарил мне, по его словам, я их не проверял. Самый дорогой гироскутер в мире. В Москве. Это самый крутой гироскутер, который мы нашли в Москве. Без шуток. Реально самый крутой. Но я вообще не особо хочу кататься на гироскутере. Я просто боюсь. Обратно просто затаскивай. Да, просто обратно. Он попросил, кстати, снять видос, как я катаюсь на этом гироскутере, но я не сниму, твою мать. От 7 до 10. Катюш, мы послушаем твой донат чуть попойте, ладно, после видоса. На твердую девятку. Тут свет просто нянь. Вот почему девятка, в лап десятка, но здесь почему-то находится выключатель, который ни на что не влияет. Возможно... Не, это просто китайский ребенок умирает. Да, да. Сука, это жесткая шутка, твою мать. Возможно, у кого-то в другой квартире просто выключается свет. Ну, я лежу еще и греюсь, и в моменте, бах, выключается свет. Стоп, стоп, досмотри до конца. Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме? Или за 100 рублей на Лол Стим? Я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Все-таки договорился с Каролиной, чтобы она покинула. эту комнату. Это зал по сместительству в кухне. Если в прошлой квартире... Я буду часто ссылаться на проблемы прошлой квартиры. Да, она была гиперуютной, особенно кухня. То здесь очень много места и очень много места для хранения. Собственно, здесь телевизор, смарт-в, плойка стоит. Термопод очень прикольная штука в замену к чайнику. Здесь всегда кипяток на... Я вам так скажу, это просто почти идеальная квартира просто. Хочется, тебе не нужно ждать. Это даже мне очень нравится. Разогреется, просто подставил, поскольку я безумный фанат чаев. Вот они у меня, кстати. Здесь даже у меня для чайных церемоний история стоит соковыжималка, тостер, гриль, который подарил Олег Кофе. Вот я слышал, что соковыжималку очень запарно мыть. Да, да, да. У нас Каролина ответственная за мыть. Очень мне нравится делать бургеры, стейки, как вы уже это поняли. О, мед. Очень много меда там. Кчелы, ставьте лайк. Посудомойка. Это просто мазхэв в каждом доме. Мусорка. Холодильник. Тут еще белые такие двери. А, не смешно. Все белое. А, твою бать, я теперь должен набить тебе. Бля, я очень ожидаю, что в этой квартире будет какой-то желтый или оранжевый или красный туалет. Очень ожидаю. Потому что, блядь, как всегда, вот, ну не бывает вот таких идеальных квартир. Вот, знаете, вот в таких идеальных красивых белых квартирах вот обязательно что-то, вот, должно быть детская такая вот прям, вот, вот прям отвратительно, ужасно некрасивая, в которую прям заходить, типа, его, хоть запечатать вот так ее, и чтобы она вообще-то как отдельная комната, отдельная квартира была. Что вот самое вкусное в холодильнике сейчас находится? Это банановый кетчуп, ясен. А, чё? Робот-пылесос, настольные игры тут какие-то королины купила, и череп мама с Мексики привезла. Ну, череп, мне кажется, все видели, да и вообще остальные предметы тоже как-то мелькали в видосах. Да, кстати, мы по квартире ходим, я не заметил каких-то новых вещей, ты, может, что-то заказал? Кстати, поскольку квартира стала гораздо больше, чем прежняя, я понял, что очень многих вещей не хватает в этой квартире, поэтому мое все свободное время... Какой череп мамы? Череп мама привезла. Вот так. Как правило, я курсирую между большим количеством сайтов и не представляю, что бы я делал без своей волшебной палочки в мире онлайн-покупок, сервисов, приложений и так далее. С Тинькофф ID я абсолютно не трачу время на регистрацию форм. В ID заходим с Тинькофф ID. Здесь настраивается обогрев полов. Полы теплые, это очень круто. Пошли дальше, блядь. Че, у меня сатир типа? Все тепло золотой. Здорово, су! Бери не было закрытой. Да и хрен с ней с этой склейкой, чувак. Это спальная комната. Кровать. Матрас мы принесли из предыдущей квартиры, потому что он гипермягкий. Я могу доказать это очень просто. Виталев сейчас ляжет, он просто, ну, не захочет больше работать. Никогда в жизни. Я и так не хочу. Ладно, ты не переиграл. Также можно создавать ключ. Нажимаю кнопки. В каждой комнате есть кондиционер с настраиваемым. Это просто безумно круто, потому что в прошлой квартире нам не дали сделать кондиционер. Кондиционер, ну, когда делают кондиционер, нужно пропиливать квартиру. Поэтому я пользовался, как-то, называется кондиционер, который передвигается сам. А здесь просто, оп, ты выбрал температуру 20, а сколько максимально можно? Температуру во всей квартире. Ты вообще хрен. Ну, ты у кого вообще такой есть? Также для уюта. Это автоматическая точилка для ногтей. Щипчики, идите на! Это вы прошлый век, вашу мать! Это небольшой балкончик. Андрей Кокошко, когда зашел сюда, сказал, что нужно сесть вот на это кресло. Здесь у меня вид открывается чудесный. Я пока что еще не решил полить его или нет. Но думаю, пока что не стану. Сидеть и придумывать идеи для видео. Сзади меня комната с кондиционером. Немножко шумит, но в целом все хорошо. И вот растение. Комната с кондиционером. Ага, попался придурок, дебил. Думал, спрячешься. Гардероб. Еще один, два гардероба. Это второй гардероб уже. То было для верхней одежды. А здесь уже конкретный суп, твою мать! Ну, что я на себе ношу, в принципе? Здесь часть Каролины, здесь часть моя. Здесь неинтересно, а здесь реальный хайп. Что это ты? Опиум, братанчик. Так, как его опиумное движение. Что мне нравится, то, что у меня с головой поместилась вся моя одежда. Очень комфортно, удобно. Все развесили. Еще место. Развесила Каролина? Тут одежды нет, тут плавки. Насколько справедливо, то, что мне два шкафчика принадлежит, остальные четыре принадлежат Каролине. Это несправедливо, я пишу тебе об этом в комментариях. Спасибо тебе. Ну ладно, у девушек, по идее, по одежде больше предрасположились. Парни в основном ходят голые. Ну, без рофа. И вот это ванна. Ну, вы сами все поймете. Ванна с видом. Ты ближешь ванну и своришь на город. Это очень круто. Реально. У меня здесь также находятся бомбочки для ванны, соль для ванны. Это вот мое место вдохновения. Я вот лежу в интернетах, придумываю вот здесь идею. Очень много идей я реально придумываю в ванной. Что может быть лучше квартиры, в той, в которой ты живешь? Бля, ну что может быть лучше, скажите мне, пожалуйста. Это очень круто. Бля, я бы хотела так с кем-нибудь жить в такой квартире тоже. Мя-мя-мя. Мя-мя-мя. Очень удобная штука, то, что две раковины. То есть, если ваша жена твою мать принимает, если ваша жена чистит зубы, а раковина только одна. С каким Андреем? По-моему, решение две раковины. Я не знаю, как-то хотел... Что-то, я не знаю, что-то меня повело. Ну, я сам не понял. Слово же, да? Не-не-не. Что я понял за 25 лет жизни? Вы вообще знали то, что есть правильный способ чистки зубов? Ну, вот берете щетку. И то, что если вы ее просто вот, ну, просто обалдеть, ты чистишь зубы, то это неправильно. Правильно чистить зубы вы берете ее как ручку. Ну, ну, как ручку. Ну, короче, вот так берете. И вы должны ее как метлой вычищать зубы. То есть вы вот берете, тук-тук-тук-тук-тук прошлись. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И с той стороны тук. Три-два движения на зуб. Три-четыре. Далее. Очень важный момент. Это вот такая щетка. Я не знаю, она как-то называется. Это не реклама, я чисто, ну, реально совет по жизни. Потому что если вы не будете следить за своими зубами, вы потому что за них платите. Мне повезло, где дерево постучать, потому что у меня зубами вообще нет проблем. Вот, допустим, у Лехи у него там киста какая-то хуйня, все брекеты ставят, а у меня как-то зубами повезло. Далее вот эта щеточка, вот то, что вы чистите. Между зубами трудные места, которые вот эта щетка не попадает. Очень крутая штука, скребок для языка, помогает избежать неприятный запах изо рта. Просто я вот так вот, вот, конкретно мой, просто отчистить и вот всю вот эту хуйню. Ссылки на здесь? Да, да, да. Не в коем случае, это твой продукт? Да, да. И нить для зубов тоже очень важная штука. А вот нить для зубов я, допустим, пробовал, не получилось у меня. Не получилось? Я не понял, как. Смотри, ты просто берешь, ну, не жалеешь, вот такой кусок. И вот на два пальца вот так вот намотал, то есть прям вот. Слушай, что, бля? Просунул и высунул, и все. И нюхаешь, и понимаешь, что здесь вообще пиздец. Что, сранник? Просто. Каролина недовольна была за то, что он черного цвета и вообще, в принципе... Ну да, черный цвет. Типа раковина не любит черного цвета и унитаза, а мне нравится, потому что мне... Ну, он любит черный цвет, потому что... Во-первых, она правильно рассуждает. Каролина, блядь, сразу думает головой, что на этом останутся пятна, которые ей отмывать. А Илюхе что? На нем только сидеть и уходить. Черный, мать его! И вот это очень... О, жипомойка. Жипомойка, это вообще очень крутая тема. Я не знаю, почему... Да, кстати, я никогда не понимала и никогда не пользовалась биде, но... Я вот только, наверное, к 25 годам я поняла, что биде и вот эта штучка же, помойка, да, как Илюха назвал, это самая гениальная вещь, которую вообще придумали люди. Это настолько удобно, настолько круто. Типа, я никогда не задумывалась о том, бля, зачем? Типа, ты сидишь, ты хочешь как бы поскорее сухим уйти от этого всего, а тут... Ну, то есть, оно не течет по ногам, ты как-то вот аккуратно это делаешь, и чистый, ты чувствуешь себя как после душа, это круто. Чтобы это мерзко не звучало, но мой кал, он как-то со временем эволюционировал, его стало очень трудно очищать бумагой. И вот эта штука, она просто спасает. А, это для этого? Берешь вот, и вот чик, вжал и все. Вжал и сидишь 20 минут, кайфуешь. Не, холодная первая, там вообще заряд бодрости. Ну, вот это, чуваки, это просто, это... Вот так вот все кричат. Это рай. Это просто рай. Ступеньки, да, это что ты взял и вот заднее сальто вот туда сделал. Еще вот у меня стоит конкретно светильник, чтобы для какой-то атмосфер. Понял. Пошли тогда, что, в другую комнату? Святая святых. То, где я буду проводить, наверное, 90%. Основное время во время бодрствования. Это моя комната. Приготовьтесь. Я потратил туда очень много времени, потому что Каролина все расставляла в квартире. Я конкретно занимался только там. Вот такая вот история. И тут должен быть дабстеп такой. Прям-прям-прям. Прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям. Плагоска. Так у него она очень просторная такая прям. Все поместилось идеально. Ну, заходи. Курп ты встал. Я за что плачу? Ни менты и ленивая жопа. Смотри, во-первых, бах. Вот знаете, бывает очень трудно найти квартиру вот с такой планировкой, чтобы идеально сочетать себе гостиную и кухню, отдельную спальню, два гардероба, еще балкон, чтобы там были теплые полы, кондиционер, блядь, такая ванная, и еще дополнительная комната, и чтобы она не была зеленой, типа, это вообще как? Это очень сложно найти такую квартиру. Еще и белую. Вау. Твою мать! Я вот скажи, с чего начну. Я сейчас сожру. Что, что, что делать? Первое, что лезет назад полочек. Все фигурки, которых не было видно. Это стеллаж. Во-первых, начну с небольшого минуса. Я заказал светодиодную ленту. Не хватило немножко фэрри, она вот здесь вот заканчивается. То есть здесь уже свет не провели. Но я заказал вот сегодня новую, потому что я только сегодня ее наклеил. Фигурки. Я уместил все свои фигурки. Наконец-то. Им выдан нужный фокус. Если раньше они просто на комоде каком-то стояли в какой-то кучке, то здесь уже конкретно каждая несет за собой микросмысл. Снизу награды премии бустера Slay. Я думаю, вы видели за лучший трек и лучший рейлстрим, но он принадлежит к костену. Но я думаю, когда у нас офис будет, мы уже поставим туда. Вот здесь вот интересно. Почему у тебя тут 1, 2, 5, 6, 7, 12 компьютеров? Хорошо считаешь. В глаза бросается вот эта штука. Это Nanoliv. Красиво. Мой продукт. Nanoliv. Ссылка в описании. В общем, безумно мне нравится такой светильный прибор. То есть это комплект из 15 вот таких палок, которые собираются воедино в какую-то фигуру. То есть фигуру вы можете сами придумать. Я вот придумал, фантазии моих хватило вот на такую штуку. Я очень долго выбирал, пересобирал где-то часов 5 в совокупности. Ну еще сверху мы наклеим треугольники. Они будут вот так. Вот, собственно, я закончил делать свои световые фигурки. Добавил сверху такие же панелики, как и снизу, только треугольники. В приложении можно совмещать огромное количество оттенков. А, это еще реклама? Удобно. Вот так. Камера, к великому сожалению, не передает цветовую атмосферу, которая здесь царит. Еще из интересных штук здесь есть режим, который реагирует на музыку. У меня, короче, это... Мне Каролина в прошлом году подарила вот такие вот треугольнички. Точнее, это мне треугольнички, а пяти-шестиугольнички. Ну, это с Илюхой они подарили, купили мне такие дорогие. Там они 40 тысяч или 50, блядь, стоят. И я в надежде оставила их в Турции, мне их не привезли. Я так грущу из-за этого, если честно. Я так мечтала об этих треугольничках, и они где-то вот лежат, просто себе грустят, бедняжки. Мне никак Азим не может отправить. Я ему каждый день писала, но мне не отправила. Это грустно, что они там где-то лежат. Еще и подарок Каролинке. Очень, ну, и Илюхе тоже. Очень несправедливо так получилось, что это... Готово, блин, за ними приехать! Ну, реально, вот, моя бы воля, я бы приехала за ними, но, блядь... Отправьте мне уже, пожалуйста, кто-нибудь. Азимчик, отправь мои, пожалуйста, прямоугольники. Ау... А... А... 52! Также я осветил правую часть стеллажа, и выглядит это как-то так. Еще раз повторюсь, насколько же камера не передает того, что в реальной жизни видит глаз. У меня теперь есть вот такой вот крутой фото для видео, который я, конечно же, могу изменять под понравившийся мне оттенок. Дальше. Здесь стоит монитор. Это, что важно, не телевизор, это монитор. Скоро у меня появится еще один компьютер. Кое-какая компания, я еще не хочу спойлерить, собирает мне компьютер, который будет стоить полтора миллиона рублей. И он будет здесь стоять, я здесь уберу. Вот копилочка. Моя картина, которую мне подарил Данила Горилла. Это спрей для увлажнения лица. В целом, я не знаю, по каждому проходится. Это медикулатура, которую мне подарил Витя. А давай я сыграю, что-то подставит просто. Я очень много времени потратил на распаковку. Знаешь, как в Майнкрафте, когда у тебя куча всего, и ты сервируешь сундуки. Вот это совет от Ильи за 25 лет. Чистота в комнате, чистота в голове. Фак, фак, фак. Поэтому я рассортировал абсолютно все. Каждый ящик что-то за собой несет. Вот этот ящик у меня отвечает за флешки, за флешки, там вот чуть дальше. Далее мы идем все, что связано с оболами. Это прям хорошо. Далее все, что связано со звуком. Здесь все, что связано с комп, периферия. Тут у меня пара лампочек лежит. И здесь просто разного характера приборы. VR-шлем, который мне подарил Олег Кофи. Слева здесь различная медицина, плюс всякие аромки. Очень люблю ароматы. Вот у меня, допустим, увлажнитель воздуха, он с аромкой идет. Можешь поставить два шкафчика за 10 минут показать? Не хуйся. Так, документы. И здесь просто различные... Ох, твою мать, это Лид Энерджи. Здесь у меня лежат очки, ее и всякие мелочи. Ну, блин, я свяжу. Ну, это с гильзи героев, чувак. Это с фильма, который вы***л вас. Ну, нас тоже вы***ли, но это уже другая история. Беговая дорожка. Очень важная... Что? Да, это беговая дорожка, которая раскладывается. Использовал три раза. Я думал, это увлажнитель какой-то в прошлой квартире. Чего? Нет. Настольный пылесос. Легендарная штука. Это, ну... Вот такие мелочи она засасывает. Это очень не смешная шутка. Доска очень прикольная, записывая свои планы. Я в основном пишу рекламу или проект, которые мне нужно сделать, чтобы ты видел, заходил в комнату и вспоминал. Балкончик тоже с видом. Безумно люблю залипать на город, особенно ночной. Подушка. Геральт из Риви. Шкаф. Вот это вот. Еще и шкаф есть. Это не то, чтобы коллекция моя, но камеры, которой я пользуюсь, на которой я снимаю ролики. И даже вот объектив, на который Виталик снимает, он принадлежал этой камере. Мы ее ограбили. И очень прикольная штука. По ссылке в описании, конечно же. Через вот эту хрень можно стримить с камер. Я не знаю, я ребятам про это рассказал, они ни разу этим не пользовались. Но, возможно, если я когда-то буду возвращаться к стримам, то я, возможно, затащу вот эту штучку. Тут все, что связано с ремонтом, плюс уборка и тоже различные мелочи. Я их еще не раз. Стримить можно через камеру. Подробности. Я просто не шарю в этой теме, блядь. И никто никогда ничего не объяснит. Я как старая бабулька. Пока все вот это не начнут использовать, я к этому не приду. Инсайдер. Но у него там такая огромная бандура. Это вот с 10 килограммами надо вот так вот ходить. Я не смогу так. Это слишком тяжело. Максимум килограмма 3. Но это мой максимум. 4 килограмма. Ну, слушайте. О, Дина, блин. Спасибо за рейд. Всем привет. Привет. Че делали? Марафонили опять. Смотрели че-то, да? Инсайдер Стабик еще на камеру вешал. Ну, у него там супер качественная картинка, конечно. Ничего не скажешь. Но главное, что битрейт держался, да? Это вообще, это кайф. Разложил. Далее вот это по поводу сортировки. Здесь провода. Провода, провода, провода. Посмотри, как сделан кабель менеджмент. Вообще не един... Ну, проводки вообще не висят. А там... А там доху вообще проводов, поверьте мне. Это массажер для ног, который нам подарил на Новый год Саня Фреймтемер какой-то босяцкий прям. Очень приятно, когда ты сидишь, и тебя ноги массирует. Перейдем дальше в следующую комнату. Вернулись в коридор. Небольшая инфа по квартире. 90 квадратов. Плачу я за нее 240 тысяч в месяц. Я понимаю, что вы сейчас охуете. Она стоит того. Но когда так, это Москва, это практически центр города. Это очень крутой ЖК. У меня есть своя парковка, свое машинное место. Если в прошлой квартире у меня не было машинное место, и мне приходилось на улице постоянно парковаться, это ты вот едешь очень заебанной, там, в 3 часа ночи после съемок, и тебе еще 30 минут тратишь на то, чтобы припарковаться. Плюс у меня были ситуации, когда у меня кефиром обливали машину. Зачем так близко снимаешь? А я еще отдельно, кстати, а кефиром машину обливали? Пиздец. А еще машина вот эта замерзает, это ужас. Я же еще точно, я вот отдельно за парковку, например, плачу. Там типа 20 тысяч, а Илюха вот у меня еще и парковка есть. Постоянно люди, которые находили предыдущий адрес, они рисуют на машине, короче, это прям дикий все. Плюс сейчас зима, ты садишься в теплую машину, тебе не нужно ее долго прогревать. Сплошные удобства. Если вы охуеть цены, то можете зайти на Авито, также ввести параметры, там вот, трехкомнатная квартира, и вы поймете, что вот за эти деньги это очень крутая квартира на самом деле. Дверь с зеркалом, потому что в прихожей его нет, и вот тут. А-а-а, еще зеркало в пол перед выходом. Вот такие вот. Движения, понимаете? Идеально. За этой дверью находится бойлер, плюс предметы для уборки. Очень приятная комната, это второй туалет. Отличается он тем, что здесь душ. Если в ванной, когда тебе быстро нужно помыться, ванная это не особо крутой инструмент, то душ, это очень крутая история. А еще, что прикольно, я когда моюсь, вот так телефон кладу, и врубаю твич, и смотрю вот через вот это окошко. Также здесь есть третья комната, жилая, но она еще пока что не готова. Совместным нашим решением эта комната будет принадлежать Каролине. Как видите, здесь вот уже предыдущий матрас. И она здесь будет использовать эту комнату как свой кабинет. Либо мы переделаем эту комнату как гостевая спальня, когда кто-то приезжает условно к нам. Развлекаловка, отдыхающая, гостевая. Ну да. Или насушильная, под матрас, подставка, дайсон-ком. Да-да-да. Еще раз хотел выразить огромную выверность своей любимой девушке за то, что создала уют по ссылке в описании. Ссылка на мой любимый девушек. Вот, а она здесь очень хорошо поработала, прям как Олег. Дайте артикл на девушку, пожалуйста. Как-то так. Более-менее подробно рассказал про свою квартиру. Надеюсь, она вам... Да, я уверен, что она вам понравилась. Мне она безумно нравится. С... Тавтология какая-то. Я уже полюбил эту квартиру, и мне хочется в нее возвращаться и возвращаться. Надеюсь, что если мы будем в ней снимать лайфхаки, то эта квартира не разоружится. Ставьте лайк на это видео. Очень крутое квартира. Подписывайтесь на мой лайк-канал. Я еще сильнее захотела на новоселье. Пишите в комментариях, может, какие-то вопросы остались. Я прям все нафи-с. Постараюсь поотвечать. Не, реально интересно. Если у вас есть какие-то вопросы по каким-то там мелочам или предметам, я буду рад вам ответить даже... Это именно мечта. Ну, реально. Интересно, потому что... Все, спасибо Виталию за то, что провел со мной это время. Всем удачи и всем пока. Скоро выйдет видос на основном канале. Я вот, может, скрины какие-то выложу или части за спойлерю видос. Да? На руках вот еще. На видос, да. Да, вот. Собственно, что вас ждет. Так, давай тогда рекламу снимем. Очень крутое. Лайк.